Залуж полон, ложи блещут, как сказал Пушкин в одном произведении под названием Евгений Онегин. Так, ну что, вы мне хотите? Микрофончик. Я могу начинать. Как будете готовы? Ну, я как юный пионер. Раньше было так. Мое такое воспитание. Вот видите, чувство долга превыше всего. Несмотря на состояние, думаю, нет пока. Надо выполнить. Люди ждут. Значит, надо идти. Ну вот, уважаемые товарищи, значит, я вам представлюсь. Огородников Владимир Петрович, доктор философских наук, профессор. С колоссальным стажем преподавания марксизма, в том числе и такой важнейшей составляющей части ее, как философия марксизма. И прежде всего. Ну и вот, на меня возложена достаточно тяжелая задача. Я хочу рассказать вам о единстве марксизма, как единого учения и научной концепции. Вот. И вот я взял с собой две книжки, которые, если вы не читали, то читать обязательно надо. Для того, чтобы то, что я вам расскажу, надо это дополнить. Видите, они у меня старые. Вот эта книжка меня всю мою сознательную жизнь сопровождает. Я вам скажу, вот с нее я начал изучать марксизм. Еще в ранней юности, почти в детстве. Вот я был такой удивительный человек. Я науку логики Гегеля пытался в 14 лет читать, конспектировать, но отложил. А вот эту книжку, вот видите, она такая пожелтевшая уже, 52-го года выпуска. Вот. Эту книжку я не отложил. То есть я вот прочитал. Это Фридрих Энгис «Антидюринг». Вот эта книжка по существу является настоящей библией марксизма. Здесь в краткой и очень доступной форме изложены все части марксизма. А именно, и системно изложены. Энгис великолепный. Конечно, не только гуляризатор марксизма. Он один из авторов, мне всякого сомнения, Маркса. Что касается философии марксизма, то его, наверное, доля здесь больше, чем Маркс. Я могу это аргументировать, но не буду, да? Тут надо поднимать другие источники. Вот. И вот эта работа «Антидюринг», как вы, наверное, знаете, она направлена «Анти» против Евгения Дюринга, такого философа, в общем, непримечательного, ничем себя не проявившего. И до наших дней его имя явно бы не дошло ни в Германии, ни в России, нигде бы то ни было в мире. И вот он, его, по существу этой книгой, или нет, прославил. Да, да, прославил. Ну, прославил, так сказать, в некоторых кавычках надо взять. Дело в том, что Дюринг взял на себя задачу как-то популяризировать и даже, может быть, взять на себя смелость видоизменить в этой популяризации марксизм. Ну, и вот в ряде своих работ он этим занялся. Но когда Генгельс имел возможность познакомиться с этими работами, кстати, в то время они имели определенную популярность работы Дюринга. Ну, вот, вы знаете, в моду входит. По языку он был человек такой довольно хорошо развитый, образованный, и поэтому мог преподносить в изящной, даже литературной форме, сложной вещи. Но для того, чтобы преподносить, надо их еще и осознать. А вот здесь у Дюринга плохо дело обстояло. Он, пытаясь популяризировать, исказил марксизм во всех его, его виноватых трех составных частях. И, ну, вот я все время говорю, значит, он не назвал эти части и философии, конечно, марксизма, и политэкономии марксизма, и теория научного социализма. Еще так это называлось. Ну, вот, Энгельс блестящую критику дал Дюринга, и вместе с тем он изложил, он, критика была конструктивной, поэтому он в этой работе, ну, сравнительно небольшой по объему, изложил такой краткий конспект марксизма всех трех составных частей. Краткий, но эта краткость была такая, очень талантливая. Здесь он, в общем, сути не исказил, в отличие от Дюринга, ну и, можно сказать, ничего самого главного не упустил. Вот, и вот, конечно, если вы не являетесь специалистами в области философии, политэкономии, теории научного социализма и коммунизма, то знакомиться с этими тремя составными частями марксизма надо именно вот по этой книге. Я могу вас заверить, что другой равной этой книге нет. Много очень писалось, и, конечно, и мы писали, и сам я писал, у меня несколько учебников, да, есть по философии, но, скажу честно, лучше Энгейса, четче, доходчивее, лаконичнее, вместе с тем вот так. с таким лапидарным стилем, когда вот в нескольких фразах, да еще с каким юмором. Энгейс вот критикует Дюринга, и там сложные вещи излагает с таким юмором, что становится ясно даже малопосвященному человеку. Вот, я вот, так сказать, ее представил, эту книгу, но надо рассказать о марксизме, ведь говорить о единстве марксизма, ничего не сказав о марксизме, невозможно. И, в общем-то, говорить о единстве марксизма можно тогда, когда слушатели уже, в общем, ознакомились с этими тремя частями марксизма достаточно подробно. А вот как, вы ознакомились или нет? Названные? Частично. Частично, да? Вот, то есть, есть у меня какое-то основа. Когда я веду так, стандартные лекции, сейчас я вот в Академии Можайского работаю, там я знаю уровень подготовленности моих слушателей, да, из, а вот как бы, из занятия в занятия. Когда я первый раз, и, может быть, последний с вами встречаюсь, то, вы же понимаете, так вот, не зная аудитория, очень трудно эти вещи преподносить. Тем более, что вот надо рассказать, в общем, о трех частях марксизма и рассказать еще короче и намного короче, вы же понимаете, если я буду пересказывать антивилин, сколько это у меня займет от времени, да, с адаптацией к сегодняшним проблемам, к сегодняшнему примеру, то есть к сегодняшним каким-то примерам, безусловно, иначе нет смысла, вот надо ведь показывать, вот, насколько актуален, действенный марксизм о всех трех частях сегодня. И при помощи этого материала мы можем критиковать современных дюрингов, которых больше, чем угодно, которые просто критикуют марксизм, причем критикуют, фальсифицируют, это прием старый, проверенный и, кстати, весьма эффективный. То есть, сначала навязывают Марксу, Энгюсу, Ленину, и потом и Сталину то, что они никогда не говорили, не писали, а потом это критикуют, точно иначе. Ну, вы понимаете, рассчитано на что? Что люди не читали и читать не будут, поэтому это во многих областях. Вот, понимаете, вот недавно я прочитал очередные какие-то выдержки из, все я не стал, конечно, читать, из книги, посвященной предсказанию Нострадамуса. Слышали такое имя, да? Ну, вот, и вот там, значит, предсказывают, книжка вот вышла только что в 18-м году, там показывают, что Нострадамус якобы предсказывал вот все, и февральскую, октябрьскую революцию, и современную там перестройку, и современные реформы в нашей стране. И даже указывал, кто будет провозвестником этого перелома контрреволюционного, придет во главе якобы человек с лысиной, на котором будет пятно. Ну, вы знаете, кто это такой? Да, так вот я вам скажу, сдавая кандидатский минимум еще по языку, я принес на экзамен книжку, а там надо было принести книжку на этом языке, который сдаешь, причем изданную в той стране, для которой этот язык является родным, да, ну и понятно, с каким-то философским содержанием, если я философ, сдавать, ну и такой объем, количество знаков учитывается, и вот экзамен состоит в том, что тебя открывает на какой-нибудь странишке, ну понятно, для того, чтобы подготовиться к этому экзамену, я должен был принести эту книжку, и что я выбрал, я выбрал Нострадамуса, у меня собственный перевод Нострадамуса есть, и когда я считаю вот недавно вот это откровение якобы от Нострадамуса, да ничего у него такого нет, а народ, ох, надо же, великий Нострадамус, это не только в отношении каких-то прошлых мудрецов, в отношении сегодняшних, вот, да, приписывают, а потом говорят, вот человек уже умер, а может еще и не умер, но не так уж известен, и считать его не будут, а вот ему приписывают, и авторитет его, какой-то приобретенный даже в другой сфере совсем научной деятельности влияет, там, доктора технических наук, профессора своей области начинают выступать вот в какой-то философской сфере, там, вот, у меня много было дискуссий по телевидению по этому поводу, в том числе и вот пытаются что-то осмыслить в отношении марксизма. Ну, вот, вторая тоненькая книжечка, тоже очень важная и ценная, это работа Владимира Ильича Ульянова-Ленина, три источника, три составные части марксизма, и тут же в этой брошюре, вот, это они, понимаете, брошюра стоила семь копеек, вот, в советское время, да, и тут же работа Карла Маркса, тоже важная книга для понимания основ марксизма, но тут для понимания, когда прочтешь вот эту, можно эту считать, но не наоборот, то есть, вот, если эту начнете, то вы не поймете ничего, что Владимир Ильич сказал, почему, потому что вы, если вы не знакомы вообще, вот, с тремя составными частями марксизма, то вы, молчу, тут поймете, да, о чем, собственно говоря, вещь идет. Ленин тут обращается достаточно уже грамотному читателю, хотя дает какие-то ссылки, конечно, что-то там популяризирует, какие-то вещи говорит такие, вот, 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 интересно, кстати, вот эта маленькая работа, работа Карла Маркса, вот, она, она более объемная, а работа «Три источника и три основные части марксизма» это такой наброс по существу, некий такой краткий план для того, кто хочет изучить марксизм, вот, как, и какие тут связи были. Вот, Ленин тут показывает, что, марксизм не является чем-то таким стоящим, как учение где-то вне столбовой дороги развития науки, и, кстати, не только философия, науки, естественной науки, вот, развитие, в общем-то, познания человеческого, а он, марксизм, во всех трех составных частях является нищим иным, как вполне закономерном развитии тех знаний о природе, об обществе, о взаимодействии природы и общества, которые были получены предшественниками марксизма, в том числе, конечно, и философы, не только философы. Вот он говорит об источниках марксизма, да, вот, ну и, а дальше, вот, Карл Маркс, тут, вот, квинтэссенция, можно сказать, марксистского учения, и тоже, здесь, это вообще, вот, Карл Маркс, эта работа, написана Лениным для словаря Гранат, изначально было написано, это энциклопедический словарь, и поэтому он, кстати, это том этого энциклопедического словаря Граната, он появился еще до 17-го года, поэтому, вот, эта работа еще до 17-го года. Тут она была, конечно, переиздана уже в 18-м году, вот, тут стоит предисловие, ну, конечно, следующему уже изданию этой работы, да, и здесь, вот, в этой работе и биография Карла Маркса, чтобы было понятно, вот, личность какая, и философия марксизма, и политэкономия, ну, конечно, очень кратко, и теория, даже, научного социализма, и даже, немножко, вот, прибавочная стоимость, но если вы захотите познакомиться по этой брошюре, это бессмысленно, я вам скажу сразу, да, вы тут не, если вы с нуля начнете, там, читать, вот, теорию прибавочной стоимости, ленин, он, как бы, вот, раскрывает существенные моменты, делает такой набросок того, что Маркс раскрыл во многих, там, массовых произведений, ну, скажем, теория прибавочной стоимости, это четвертый том капитала, такой толстый, знаете, одолеть его, я вам скажу, даже специалисту, но вообще 4 тома капитала, это работа, и здесь, конечно, я даже не могу порекомендовать вам, потому что, для того, чтобы это осознать, тут надо быть вообще профи, вот, на моем, извините, уровне, да, всю жизнь положить на это, чтобы я вот первый том капитала трижды конспектировал, трижды, и каждый раз нахожусь что-то новое, я думаю, что если четвертый раз, ну, у меня будет время и сила для этого, то я найду опять что-нибудь новое, что раньше не замечал, пойму то, что не понимал, понимаете, уровень высочайший, у меня два высших образования, одно инженерное, и там вот, понимаете, надо знать высшую математику, чтобы считать первый том капитал, и вроде высшую математику, я в трех учебных заведениях сдавал, вполне успешно, но вот мне пришлось опять все узнать, то есть это чтиво, но это только какие-то знания, это недостаточно даже для понимания, вот это надо все вместе соединить, это да, вот по поводу Маркса, еще когда вышел первый том капитала, при его жизни, да, там писали, что там критики, вот кстати, Дюринг пишет, китайская ученость Маркса, ну вот так вот, что непонятно, китайская ученость, то есть как иероглифами написано, ничего не понять, хотя написано вроде не иероглифами, так же понятно, как если бы написано было иероглифами китайскими, вот, то есть я вот так, не то чтобы я высказываю сомнения, а в том, что вы вообще в принципе, невозможно вам будет овладеть, нет, вы овладеете, безусловно, но это надо положить, не один год, понимаете, а вот популярно, в сущностных моментах, вот Энгельс, у него язык великолепный, великолепный язык, они отличались как люди с Марксом, Энгельс, знаете, вот до старости был очень таким веселым, подвижным человеком, не дурак выпить, поволочиться за женщинами, но так я не хочу бросить тень на выдающегося классика марксизма, но вот понимаете, он был еще вот таким очень человеком, Маркс в юности тоже был такой, не дурак выпить, да, да, был у него, в полицейский участок угодил как-то, в пьяном виде витрину магазина разбил, было у него такое, но это в юности, знаете, юность всегда шалит, а вот потом как-то, а Энгельс вот на спор, уже в достаточно зрелом возрасте, под 40 лет, Рейн переплывал туда-обратно, на спор с бутылкой вина, понимаете, это уже Маркс в этом возрасте себе не позволял, он так стал кабинетным ученым, и это вот, вот понимаете, вот это всегда сказывается на том, что человек пишет, да, даже если он просто поэт, и просто, да, не ученый, просто литератор, просто какой-нибудь там документалист, да, вот все равно, вот эта личность, это никуда не денешь, это в каждом слое, фразе, даже вот такого текста, напечатанного, но если говорит, то это ясно, и вот, вот видите, я все рекламирую вам, почему тяну время, да нет, конечно, вот, значит, здесь, вот если говорить о единстве марксизма, надо, значит, так пробежаться по этим основам, и единство ведь всегда имеет основания, материальное единство, духовное единство, должно иметь какое-то основание, то есть единство системное, а в системе всегда есть, вот это основание, какие-то ведущие элементы, какие-то ведомые элементы, вот, координация и субординация, вот в отношении чего, и мы уже вот у Энгиса это видим, потому что он с этого начинает, как основание, да, в отношении чего, мы можем сказать, да, вот это и есть основание марксизма, всего учения марксизма, как Ленин, вот пишет здесь, трех источников, трех основных частей, частях марксизма, что как учение, как вылитая из единого куска стари, настолько оно едино, это понятно, что это метафора, ну вот, от чего эта метафора идет, значит, вот Энгис тут показывает, что безусловной, теоретической, мировоззренческой и методологической основой марксизма является диалектический материализм, вот, то есть, если не освоен диалектический материализм, дальше понять марксизм невозможно, ну и многих других вещей невозможно понять и критиковать, скажем, того же Дюринга или нынешних Дюрингов, которые критикуют марксизм, таких больше, чем достаточно, вот, это мощное оружие диалектического материализма, конечно, и не только, конечно, орудия же критики, но и созидательное орудие, если хотите, вот этого здания, которое продолжает строиться, знаете, марксизм ведь не догма, опять Владимир Ильич, цитирую его, а руководство к действию, то есть нельзя вот так вот, его, я сказал, ну, понимаете, тоже метафора, вот эта библия марксизма, но нельзя превращать марксизм, вот, в какое-то религиозное учение, к сожалению, у нас это было сделано, вот, и чуть ли не в первые годы советской власти, вот, процитирую вам замечательное стихотворение Владимира Владимировича, но не Путина, а Маяковского, вот, вот, которое еще в 1928 году, после революции, только там 10 лет прошло, 11, да, вот, пишет стихотворение, в котором вот критикует тогдашних функционеров от комсомола, уже тогда, функционеры, бюрократы, я сам освобожденный комсомольский, работник Ленинграда, 7 лет, 7 лет, 7 лет, 7 лет я был освобожденным комсомольским работником, и знаю очень многих до сих пор существующих во власти, ну, вот, моя ученица Валентина Ивановна Матвиенко, да, меня, когда была губернатором, узнавала всегда, вот, посещала университет путей сообщения, там, посвящение студентам, ну, вот, то есть, я эту, знаю, систему, вы знаете, вот, я тогда видел большие недостатки, уже этой системы, но это уже недостатки были там, третьей, четвертой, пятой производной, пользуясь, там, языком высшей математики, от вот того, что было заложено странным образом, но это отдельно надо, это очень большая проблема, но на этой, эта проблема, если она не раскрытая, мы не можем понять, почему был разрушен Советский Союз, почему, потерпела фиаско, не опровергнутая никак, теоретически, логически, концепция марксизма, знаете, почему, а вот я вспомнил стихотворение, вот, и вот это стихотворение, там, включает такие строки, коммунизм по книжке сдав, перевы, перевызубревший измы, он, это имеется в виду комсомольский работник, покончил навсегда с мыслями о коммунизме, что заглядывать далече, коммунизм сиди и жди, нам ведь с вами думать нечие, если думают вожди, дальше о тех же комсомольских работниках, закоряги якорятся там, где тихая вода, а на стенке декорации Карлы Марлы борода, вот он в 28-м, это декор был, это не была ведущая идеология, это была декорация, чего, это отдельный, сложный очень вопрос, я буду еще заведующим кафедрой, Ленинградской высшей партийной школы, в 1985-м году на заре перестройки вышел вот перед очень солидной публикой, это были заведующие отделы ЦК, Эстонии, Латвии, Литвы, мы учили Северо-Запад, секретарицы ЦК уже в Москве учились, а в нашей Ленинградской вот учились, и я им доказал, что у нас в общем-то за весь советский период до вот этого 1985-го года, вы знаете, там оставалось в советскому-то периоду недолго, в 1985-м году жить, вот, быть просто-напросто у нас социализма-то и не было, а основное был госкапитализм, представляете, заведующий кафедрой Ленинградской высшей партийной школы, доктор философских наук, профессор Огородников такое говорит, кому? партийному активу, высоко очень уровно, на меня тут же настучали в ЦК ППСС, меня вызывает мой товарищ Дмитрий Николаевич Филиппов, потом убиенный в первые годы уже реформации, он возглавил, там я уже забыл, как у него была должность, какая-то там, то ли это председатель союза промышленников-интерпринимателей Петербурга уже, но это отдельный разговор. Вот встречались на столетии комсомола тут оставшиеся люди, одних уж нет, а те далечие. Вот ему Филиппа Дмитрия Николаевича убили. Очень активный был человек, и грамотный, и в марксистском, кстати, отношении. Вот он меня вызывает, он секретарь обкома партии, а я заведующий кафедрой. Он говорит, слушай, ты что вообще там не ищешь? Что такое, у нас социализма не было. Вот. Но я ему начинаю доказывать аргументы, он говорит, знаешь что, вот ты философ, я не философ, но давай с тобой договоримся, не надо там спорить, либо у нас есть социализм, и тогда ты заведующий кафедрой Ленинградской высшей партийной школы, либо у нас нет социализма, тогда извини, ты не заведующий кафедрой Ленинградской высшей партийной школы. Я логично выражаюсь? Я говорю, вполне логично. Вот. Иди, думай, что говоришь. Но я до сих пор говорю, что думаю. Вот. И сейчас, понимаете, все, по лезвию и бритве хожу, вот там под запись идет, а я вот вообще не имею права уже давать интервью, вот, будучи тем, кем я сейчас есть, профессор Мерси. Академия Можевского. Даю. Даже лекции считаю, больше того. Какие-то моменты такие, представляю вам. Вот. Хотя военных секретов, естественно, не скрываю, но это тоже подрыв. Так вот, марксизм, возвращаясь к нему. Итак, философия марксизма и основа всего марксизма, философии марксизма, это диалектический материализм. Вы знаете, что философия марксизма состоит из обществе. И диалектический материализм, и на основе диалектического материализма. Какая еще часть философии марксизма? — Исторический. — Исторический. Совершенно исторический материализм. Исторический материализм есть по существу приложение методологии диалектического материализма к рассмотрению истории развития общества. — Ну, там есть свои, конечно, законы, свои термины, свои категории, но всё равно это вот основа диалектического материализма. То же самое с политэкономией марксизма. Там связь не столь очевидная, не столь пряма, как в отношении исторического материализма, но связь, она везде прослеживается. Вот Энгис это говорит. — Ну и теория научного социализма, это, конечно, связь тут тоже весьма прямая с диалектическим материализмом. Вот тут, конечно, перед людьми, которые хотят вот это всё понять, изучить, ставит масса проблем. Вот я с моим старым другом, вы его знаете, уже слышали, Попов Михаил Васильевич, да? Мы с ним вот с комсомола ещё связаны. — Мы ровесники, и вот, значит, нас связывают десятилетия такой дружбы, товарищества там. Вот. Но вот некоторые вопросы формирования марксистского мировоззрения, тут мы с ним не спорим. Все спорю с ним отчаянно. Вот. Но он человек упорный, потом он тут возглавляет, а я только приходящий лектор, да? Поэтому, конечно, мне тут трудно. А почему спорю? Я не скрою. Дело в том, что вот вам преподносится там вот Гегель, да? Учение Гегеля, да? Осматривайте. Вот он науку логики хотел рассмотреть подробно. И ссылается он при этом на Владимира Ильича, что нельзя вполне понять марксизм, если не начинаешь вот с того источника, а это действительно является, это немецкая классическая философия. Вот. Да, это источник, это опора, это основа. Из этого Маркс и Энгис выросли. Из Гегеля они были младо-гегельянцами, были объективными идеалистами, вот они скинули это с себя. И вот диалектику они поставили, как по образному выражению Энгиса, вот в этой работе «Антидиорег» мы с Марксом совершили переворот в философии и дилектической. Мы диалектику поставили с головы на ноги. Вот у Гегеля она стояла, он разработал на голове. Ну, это, конечно, вы понимаете, такая метафора, что он стоял на голове. Что имеет в виду здесь Энгис? Ну, что-то идеалистическое, объективно-иделистическая основа диалектики. И здесь Гегель, выдающийся, вне всякого сомнения, мыслитель, не замечая, что он вступает тут и там сам с собой в противоречие. Противоречие между его дилектическим методом и его философией, абсолютного объективного идеализма. Вот это-то и преодолели Маркс с Энгисом. В этом их гениальность, потому что далеко не все могли это сделать. Вот Фейербахт, последний представитель немецкой классической философии, у Энгиса есть работа под названием «Людвиг Фейербахт» и, конечно, классической немецкой философии. Так вот он пишет, да, вот, «Людвиг Фейербахт». Ну, «Людвиг Фейербахт отринул Гегеля, у которого учился, которого боготворил, вот, лекции которого лично слушал, и которого отцу писал, что, извини, отец, но вот Гегель стал для меня вторым отцом духовным, вот так я его воспринимаю. И потом все, отказался, стал критиковать, вот после выхода уже из университета, окончания. Вот, и по образному вложению Энгиса, он, критикуя Гегеля, вместе с грязной водой гегелевского идеализма, выплеснул из корыта и ребенка. А ребенок – это диалектика, диалектическим нет. То есть Фейербахт как-то не заметил вот этого мощного рационального зерна этой великой методологии, диалектической. Но вот Марк с Энгисом, конечно, не просто перевернули диалектику, да, поставили на ноги, они, это тоже метафора своеобразная, они чрезвычайно многое сделали из-за того, чтобы переработать диалектику и сделать из идеалистической диалектики Гегеля диалектический материализм, вот, как основу всего марксизма и, конечно, философии марксизма. Ну вот, Дюринг тут подставляется во своих работах, то тут-то там, то он переврал, то не понял, то, значит, специально исказил, то думает, что популяризирует. И тут, смотрите, какие проблемы. Ну, я же, конечно, все не могу охватить, но Энгис удивительно, вот, в краткой такой работе охватил практически все основные категории диалектики, то есть он Гегеля здесь, это он сделал, Энгис, а не Маркс. Маркс, в общем, вы знаете, занимался в основном политэкономическими проблемами. И здесь он, конечно, великое дело сделал, без него, конечно, теория научного социализма и коммунизма не была бы состоятельной. Ну, вот, Энгис философии тут сделал. Так он, он пишет, вот, видите, натура философии – время и пространство, проблема времени, пространство, торговка. Дальше, необходимость и случайность, общая, единичная, вот эти категории, из которых вообще в античности греки начинали, вот, проблема общего, единичного их волновала. Да, и вот все с позиции уже диалектического материализма раскрывается. И натурфилософские проблемы, органический мир, жизнь, вот он, и мораль, и право, вечные истины, вот он пишет, могут ли быть вечные истины или нет. Да, вот это все связано, тут натурфилософия, космогония, физика, химия, знаете, все умудрился и так дать, что, в общем, я думаю, что даже мне не посвящено, во всяком случае, я вот 14 лет читал, науку логики Гегеля и отбросил. Я когда дошел в науке логики, в введении до фразы, нет, виноват не в введении, в первой главе, до фразы, «Ничто какого-либо нечто, есть некоторое определенное ничто». Я испугался за себя и решил, что я не буду ввязать сюда, да, вот, и отложил, да, да, многие годы это, да, чтение в 14 лет. Я испугался, у меня есть вот попытка конспекта, до сих пор я храню. А вот это я начал читать и не испугался, вот, потому что все было понятно, ясно, ясно, как говаривал Шопенгауэр Артур, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Сам он вообще-то излагал очень путанно, что говорит о ясности его мышления. Но эта формула, она, конечно, да, с ней можно согласиться. Действительно. Правда, это не всегда так. Очень часто бывает, ясно излагает великолепный артист, он излагает не свои мысли, но по форме настолько ясно, настолько правдиво, что ему верят, что бы он не изображал. В том числе, конечно, популяризатор, вот такой, как Дюринг, да, при ясности изложения он все переврал, а люди не поняли, потому что они не читали первоисточника, что называется. Они по Дюрингу решили знакомиться с марксизмом, ну вот когда, и поэтому и не выдержал, он должен был написать эту книгу, и он ее написал, да, вот здесь все объединил. Значит, что такое дилектический материализм, да, это какая-нибудь концептуальная схема, нет, это не схема, это учение, и тоже оно органично, целостно, здесь все увязано, не только логически, вот понимаете, вот тут часто логичность путают с истинностью, если логично изложено, значит истина, вот, а если еще по форме это изложено, замечательно, ну так тогда это, нет никаких сомнений, вот, ну вот я всегда привожу примеры, Птолемей, автор теории, а не просто, так сказать, умозрительных каких-то взглядов, теорию геоцентризма, да, он в своей концепции он был вполне логичный, и настолько логичен, что не просто ветхие старушки богомольные или там теологи какие-то приняли эту концепцию как свою родную и как истинную, но и многие ученые на протяжении эти не столетия, а уже даже тысячелетий почти двух до Коперника, да, ну и после Коперника, конечно, вот у нас астрология до сих пор, ведь, базируется на Толемее, на геоцентрической системе, а не на Копернике, вот, все прогнозы, предсказания, у нас до сих пор миллионы людей в мире верят этим прогнозам, у нас в каждом автобусе до сих пор, и некоторые доверяют тогда, иногда сбывается, знаете, вот, случайно вот из тысячи не сбывшихся вариантов, один сбывшийся, он все перекрывает, случайное совпадение, все, пальцем в небо попал, предсказатели стратегические, но я не предсказатели, вот, и так, дилектический материализм, это вот единое, то даже целое учение, и то основание, на котором весь марксизм стоит, и вот тут же из дилектического материализма нельзя вырвать ни одной части. Перерыв? Курить хочется. Ну, да, это вредная привычка, убийственная. Какая? курить. Вот. Вот. Да. Значит, вот я все-таки довершу фразу, да, вот, удивительно, что уже во введении общее замечание, Энгис пишет, это Канди Дюрингу, начинает вовсе не с философии вроде бы как. Современный социализм по своему содержанию является прежде всего результатом наблюдения с одной стороны господствующих в современном обществе классовых противоположностей между имущими и неимущими, наемными рабочими не буржуа, а с другой царящей производстве анархии. Видите, тогда уже проблемы были с производством. Но по своей теоретической форме он выступает сначала только как дальнейшее и как бы более последовательное развитие принципов, выданных великими французскими просветителями XVIII века. Намекает на философ XVIII века, вы знаете эту блестящую плеяду, Шарлу и де Монтийске возглавляет. Кого еще вы знаете? Француз. А? Да, Сен-Симон это позже. Он француз, но он позже. Это уже XIX век. А XVIII век? А? Вольтер. Вольтер? Вольтер. но Вольтер и Руссо они просветители, они не вполне материалисты. Интересно, они атеисты, даже воинствующие, но они не материалисты. Вот бывает такое. А? Как англичане? Главный экономист. Нет. Вот. Ну, значит, вот один из них глава этого энциклопедического словаря, энциклопедик многотомный, который они писали, приезжал к Екатерине Второй к нам в Петро. Дидро, да не Дидро. Приезжал там. Она приглашала, знаете, вот она есть там дом, его, кстати, разрушили, потом восстановили, опять доску повесили, что здесь останавливается, он уже не здесь, но это новодел, да, ну вот на этом месте, да, был дом, где останавливался Дидидро. Вот. И он там приехал, думая, поверив Екатерине Второй, что она просвещенная монархией, и что у нее там замечательный строй, лучше даже, чем во Франции. Но первое, что он услышал и увидел утром, рано проснулся от душерастирающих криков, он открыл окно, еще было достаточно тепло, видимо, и что он увидел, там били кнутом девушку, привязанную к столбу, так что у нее отлетали куски мяса вместе с кожей, вот, вот она, дикое крепостничество, которое Екатерина чрезвычайно поддерживал, блестящий век Екатерины, вот сейчас мы дифирамбы поем, а почему, а потому для кого, да крепостничество, вот там укрепилась эта власть, вот, понятно, что она отступила от Петра, которому памятник воздвигло, ну, не сама лично, но, вы знаете, Екатерина, Петру Первому, Екатерина Вторая написана, она как-то его в родственнике записала, хотя он, конечно, родственникам никаким не было для нее, но, вот, вот такие, она как Вторая получилась, во-первых, она Вторая, ну, Вторая, это Вторая, но никаких последовательностей, понимаете, он, и реформы Петра, они вели Россию к новому прогрессивному строю, капиталистическому производству, а Екатерина укрепила феодализм, крепостничество, и поэтому Петя и Дефирамба, сейчас многие, ах, боже мой, ну, нас вообще всему самодержаве поет Дефирамба, без разбора, а вот, а вот, аэропорт у нас будет у Николая Второго, что, уже приняли решение, я даже не знаю, Николая Второго? Да, но это, это кошмар, это кошмар, вот это ретроградство, да, зато Канта прокатили, ну да, Канта там, конечно, Адмирал заявил, что он предатель вообще из меня не кронит, вы за него вы, молодец, вот, проявил большое знание иммануэла как-то, ну ладно, ну, значит, будем отдыхать, да, или уже начали? пять минут, прервемся, прям устроимся. В чем в итоге у вас разногласия с Михаилом Васильевым по поводу? Вставать не будете? А, ну, если вставать не будете? давайте, посижу. Просто вы начали говорить про изучение диалектики, Различие изучения, что он-то в чем различие? Он считает, вот он, опираясь на фразу Ленина, что нельзя окончательно понять Маркса, вполне, да, вот правильно, вполне понять, да, если не просудировать, там, всего Гегеля изучить, ну, это, знаете, сначала изучить можно капитал. Ну, вот, понимаете, одна фраза, одна фраза, понимаете, не может быть, ну, фразы, ну, на всякого мудреца довольно простоты. Это фраза такая была, ну, гротеск какой-то, ну, гипербола какая-то. Ну, вы помните, например, фразу Ленина на третьем съезде Союза молодежи, да, комсомола, произнесенное, он сказал, коммунистом можно стать лишь тогда, как бы, да, обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Значит, коммунистом нельзя стать никогда, потому что всех тех богатств, ну, кто же это может всем позволить, да, уже в 20 веке. То есть, нельзя вот понимать так буквально, вот, надо Гегеля просудировать, сказал, да, неплохо, бы, но получится ли у вас? А тогда надо говорить, а Гегеля вы не понимаете, пока Канта, родоначальника, так что вы должны знать, что такое трансцендентальное единство перцепции, иначе все, не прорвете, все, и вы завязнете, утонете, я вот, Михаил Васильевичу говорю, утонут твои слушатели, вот, Ведь он не настаивает, на самом деле он не говорит, что вам нужно читать, просто маржи оперирует, Он говорит, что вы можете вернуться, я так понимаю, и прочитать, потом. Ну, да, ну, можете, да, ну, нет, он преподносит, он занятия проводит, я вот в записи его, тут-то не был вживую, он иногда у меня бывает, я у него, но тут не был, и он, как вот слушатели, не вашего потока. Ну, во всяком случае, здесь не кинулись читать, он как бы не настаивает. Ну, вот, он, он там прямо спрашивает некоторые категории, вот, науки логики. Матши, что Виталий используют, аэтистические категории, поэтому он из этого исходит. Ну, да, ну, вот, ну, ладно. И мы поняли правильно, мне кажется, правильно, хорошо, а я говорю, что можно, в общем-то, немножко опустить, вот, адаптацию, вот, вот тут, кстати, и о Деге, и о Дегеле речи идет учение, о диалектике Гегеля, тут Энгельс не обошел этого, вот, как источника, уж он-то, Энгельс и Маркс понимали, что, и из чего они выросли, да, вот, диалектическое отрицание Гегеля, вот, тоже еще один из диалектических законов, кстати, любимый закон Гегеля, из трех законов, он закон отрицания-отрицания, больше всех любил, почему? Потому что, очень ложился на его знаменитую триаду, в которую он все укладывал, вот, триаду, и все его учение философское в триаде, вот, наука логики, исходный момент развития абсолютной идеи, наука логики, чистые категории, они там друг с другом как-то взаимодействуют, там схематики, я могу вам сказать, нет у Гегеля такой четкой, несколько категорий соединил, ну, а дальше вот эту какую-то схему он не построил, там дальше идут какие-то, ну, не очень связанные друг с другом, но связанные в триаде, категории, там, да, бытие и ничто, становление, потом становление, количество и качество, мера, ну, вот, раз, потом мера обрывается, там, да, потом переходит к другим парам, так вот, и пары, третья рождается, третья, вот эта триада, и у него, значит, таким образом, вся философия, это наука логики, философия природы, это вторая, вторая ипостась абсолютной идеи, природа появляется, вот, как вариант бытия абсолютной идеи, природа развивается, он же диалектик, и доходит до чего? до человека, а сознание и мышление человека, это что, оперирование категориями, теми же самыми, которые были в начале, вне человеческой головы, как-то где-то неизвестно, существовали, Энгельс, кстати, по поводу этого пишет, здесь же, в антидюринге, абсолютной идеи у Гегеля, абсолютно только потому, что ничего абсолютно конкретного, он так и не сказал, по поводу ее, где она существует, но как же, что без диалектики, мы будем беззащитны перед реакцией, без диалектики, но материалистической диалектики, потому что, если мы будем на гегелевской идеалистической диалектике базировать, базироваться, тут мы не сможем. понять материалистическую, хорошо в основной категории, дальше изучать, и дальше изучать. Марксизм, он настолько цельное и органическое учение, органичное, что не надо обязательно подпорок каких-то искать, исходок. Нет, он самодостаточный. Такая открытая система, но самодостаточная при этом. А вот основы, ну, конечно, надо знать, для того, чтобы понять, откуда это все, что это действительно результат эволюции, познания человеческого, а не просто это же горечный бред Маркса, как один критик марксизма заявил. Это горечный бред Маркса. Он придумал и таким, значит, птичьим языком все излагаешь, что вообще никто не может понять. Вот. Это, наверное, специально. Кстати, это сейчас так бывает. Ну, вот, если не птичий язык, нет. Он очень, еще раз говорю, да, не почитается. Причина. Причин, конечно, много, там система. Вот, причин. Вот. Но надо видеть вот в этой системе, опять же, ядро, основание, да. Развал Советского Союза, это отдельная тема, да. Ну, вот, не только бюрократия, понимаете, не столько. Ведь, вот, вы знаете, вот, Маркс и Энгельс, опять возвращаясь к марксизму, вот, начало становления концепции марксизма, это, конечно, не работа антидюринг. Антидюринг, это уже зрелая работа, зрелого марксизма, да, вот, работа. А начало, это вот, еще, в общем, юношеская работа, совместная Маркса и Энгельса, и называется эта работа, 1848 года, эта работа, знаете, как называется, проявить манифест коммунистической партии. Вот там и философия, и политэкономия тоже, и уже там и дилектический материализм. И вот, говоря об основах строя, да, и о задачах, которые стоят перед коммунистами вообще, и перед ними, как основателями союза коммунистов, перед Марксом и Энгельсом, они там пишут, мы свою цель можем определить тремя словами, уничтожение частной собственности. Вот основа. Вот, так вот, почему Советский Союз рухнул, и почему у нас был недосоциализм, я могу так скорректировать, мне вообще социализма не было. Были, общественные фонды потребления. Экономическая основа СССР, вы знаете, как декларировалась во всех конституциях, вы меня, правда, сворачиваете несколько на другую тему, да, чувствуете. Хотя это с марксизмом, конечно, связано. Экономическая основа СССР, во всех конституциях, начиная со Сталинской, которую, в общем, Бухарин писал, да, вот там противоречия были уже, ну, там, внутриполитические, не теоретические даже, вот, и кончая Брежневской, которую тоже Брежнев, конечно, не писал, как вы понимаете. Вот, писалось так, экономическая основа СССР, это преамбула конституции, экономическая и политическая основа выдвигается, это справедливо, и вначале идет экономическая, вот это, да, по-нашему, это директический материализм, подход, да, покажите экономическую основу этого строя. Что является? Было написано «общенародная», в скобках, «государственная», или, наоборот, в Конституции, в более поздних, «государственная», в скобках, «общенародная», собственность на средства производства. Ну, Энгельс, в отделе социализма, вот здесь, в антидюринге, пишет, что государственная собственность может быть экономической основой только одного строя, это госкапитализм. Когда совокупным капиталистом становится государство. Распределение идет не по труду, как должно быть, по социализму, это у нас было. Я же, понимаете, я уже доктором философских наук стал профессором при социализме, да, вот, поэтому я все знаю. Это я прошел от слесаря до профессора. У меня уже история пастью гроба, как сказал тот же Маяковский, биография уже, не история. То есть, я с 15 лет работаю со слесаря, начинал там, стокаря, фрезеровщик, монтажник, но не буду перечислять свою богатую биографию. Но я вот на всех местах рабочий, инженерный потом, потом по новой, я вот это на шкуре понял, да, почувствовал. Распределение шло не по социалистическому принципу. Почему? Это же экономический момент, очень важно. А по какому принципу-то? То есть, по экономическому, по труду, по количеству труда, да? И вот Маркс отдельно в критике ГОСКОЙ программы, кстати, пишет, что при социализме будущем не может быть абсолютно справедливого распределения. Почему? Потому что социализм это не коммунизм. распределение идет по труду, которую вкладывает в общее дело по количеству и качеству труда данный конкретный работающий. Но у него семья какая? Большая? Малая? Это вот не интересует общество, да, как бы вот при распределении. Потребность у него выше того, что он выдает, как говорится, по труду, по потребностям распределения это уже коммунистическое. Социалистическое не может быть осуществлено. Почему? Потому что еще производительность труда не до том уровне производительность труда в конечной все еще все определяет. Но это вот все да не все. Вот об этом, кстати, Энгельс тоже пишет. Ну вот я прыгаю тут. Давайте так пройдусь. Вот и так диалектический материализм. Показав диалектику общего, единичного, необходимого и случайного пространства и времени, Энгельс показывает, как это можно не только диалектически, но и обязательно материстически интерпретировать. интерпретация. И почему это важно, диалектика материстическая интерпретация? Ну начнем там категории общего, единичного. Дюринг, вот Энгельс все время пишет, метафизик, используя термины метафизика, уже в том значении, в котором придавал этому термину Гегель, их, как говорится, духовный учитель. Я не прямой учитель, ну вот они в клубе Младого Юниоргенцев состояли там в юности, там кстати и познакомились вначале, вот такая короткое еще знакомство было, как говорится, ни к чему не обязывающее. Так вот, значит, я хотел сказать, что вот общеединичное, да, начнем, конкретные категории, диалектика общединичного. Дюрингом не понято, он метафизик, то есть антидиалектик. Я почему это подчеркиваю, потому что сейчас вернулись мои коллеги к старому до Гегелевскому еще значению термина метафизика, идущие от Аристотеля. Аристотель сам этот термин не использовал, но он говорил, что вот есть подлинная, истинная философия, которая раскрывает сущность вещей. Ну, во времена Аристотеля всякая наука была философией названа, да, не было еще дифференциации науки. Так вот, а есть вот такая практическая философия. Так вот, подлинная, истинная философия это наука о том, что в чувстве не дано, неощущаемо, но что составляет сущность всех чувственно воспринимаемых явлений, процессов, предметов. Прочтите сейчас в Википедии, что такое метафизика, набирайте, и вы найдете почти такое же определение. Метафизика, таким образом, термин метафизика в старом док-гегелевском значении по существу тождествен термину философии в значении уже, конечно, после Аристотелевского. Сам термин, кстати, появился спустя 4 века после смерти Аристотеля метафизика в том значении, в котором она просуществовала до Гигеля, то есть как общая философия, наука о сверхчувствии. Но сейчас мои коллеги возвращаются к этому определению, и термин метафизик каким образом трактует. Метафизическая проблема, фактически философская проблема. Но сейчас это совершенно непозволительно, потому что получается, видите, какая интересная картина. Значит, тогда вот метафизика это, например, квантовая механика. Почему? Потому что это наука о том, что непосредственно в чувстве не дано. Но что составляет основу всех чувственно воспринимаемых вещей, квантово-механический процесс, фундаментальные процессы. Это тоже метафизика. Так это получается, Эйнштейн великий метафизик, что ли? Ну, да, Эйнштейн тоже, конечно. Ну, и вообще вся физика, ну, Эйнштейн не совсем, кстати говоря, физик, но вся физика элементарных частиц, вся теория электромагнетизма, потому что непосредственно не дано ощущение. Все это метафизика, то есть абсурд. До конца 19-го столетия более-менее это можно было использовать в до Гегельевском значении, но после уже нельзя. После открытия элементарной частицы, первой электроды, объявить, что это метафизическая проблема. Так и экономика тогда тоже метафизика? Ну, ну, да, непосредственно в чувстве не дано, тоже можно. Так что все, вот метафизика, а метафизика в старом значении это философия почти. Значит, что это философия? Возвращаемся к философии единая и единственная наука. Понимаете? Ну, вот даже фразеологически. Но вернемся однако к метафизике Дюринга как антидиалектике. Дюринг разбивает общее единичное и мечется между этими произведенными частями этого единого целого, который он разбил и вот не знает что предпочесть. И Энгельс тут показывает, что абсолютизация общего единичное отбрасываем, связь невидима. К чему приводит? Приводит к идеализму, только объективно-иделистическому идеализму. Вот это основа религиозной философии, мировоззрения. Или ну не платонизма. что Платон, родоначальник объективного идеализма, там у него не Бог первичен, а мир идеи. Да, мир идеи. Бог как-то у Платона отодвинут в сторону. В чем греческая философия отличалась от предшествующих форм мировоззрения, в частности от религии вот этой исходной первоначальной религии. В том, что они как-то отошли от посылок религиозных и видеть причину всего происходящего исключительно в деянии Бога. Потому что если они продолжали это говорить и писать, то они уже не были философами, а продолжали религиозное какое-то действие. Но это я немножко в сторону ухожу. Итак, Дюринг то абсолютизирует общее и тогда впадает через это в объективный идеализм. То абсолютизирует единичное Энгис показывает вот эти метафизические абсолюты, он впадает в субъективный идеализм. Ну, скажем, роль личности в истории отдельно взятого человека, выдающейся личности в истории это что? Это вариант субъективного идеализма, абсолютизируется единичное. А если общее, а общее оно где? Вот оно тоже какое-то учение об общем, которое непостижимо чувству, не дано. Это Бог, конечно. Поэтому вот в позднем средневековье разделились так называемые европейские, конечно, средневековые, так называемые реалисты средневековые и номиналисты. Реалисты считали, что общее существует само по себе и до всякого единичного, мало того, общее творить единичное. То есть они были по существу неоплатониками. Вот есть идеи сущности, сущность стола, идея стола. Она, эта идея воплощается в кусок мертвой, да это бесформенной материи и становится вот соединение временное, становится какой-то чувственно воспринимаемой вещью, потому что это нечистая идея, а это соединение идеи и воплощение её в материи. И чувственно воспринимаемые это материальный момент. А сущность чувства не дано и отсюда и учение опознаний Платона, что это чувство не дано и поэтому надо что-то такое сверхчувственное метафизическое по старому. Платон ведь, как вы знаете, ученик Сократа и учитель Аристотеля, поэтому еще до Аристотеля он это делал. Аристотель, правда, его за это критиковал, но тоже с позиции объективного идеализма, только другой формы. Я сейчас не буду так растекаться туда, вернусь к общему единичному. Но Энгис показывает, что если вы не осознали диалектическое единство общего и единичного, то никакой проблемы, в том числе проблемы общественного переустройства, видите, он начинает с этого, да, проблемы общественного переустройства, вы не решите в теории даже, не то, что на практике. Почему? Вы будете шарахаться, вот как дюре, будете обсудить и ездить общее, тогда, ну что, для того, чтобы изменить что-то к лучшему, надо чаще посещать церковь, мечеть, синагогу, да, и вызывать, и, глядишь, поможет тебе лично, да, тебе прибавлена будет пенсия лично, зарплата лично тебе, а другого нет, потому что он мало молится из-за этого. А вот помолись, глядишь, всех прибавили, да, держи карман шею, не прибавь, вот, а почему одним везет, как говорится, а другим не везет, да вот, потому что одни молятся, другие нет, то есть вот такие решения, проблемы. Ну, а если единичная, то повайна уже не на волю Господа, а это уже субъективный идеализм будет, а какую-то, молись уже не на Бога, а на какую-то личность, харизматическую, как говорит, вот он, да, все, от него и благо, а может и зло. Ну, и, знаете, соответствующее поведение народовольца, вот несчастного Александра Второго, освободителя, который в 1861 дал вольную крепостным, да, вот сколько они его стреляли, взрывали, наконец взорвали, ну и что? Вот, вот, понимаете, вот, вот диалектика и ее отсутствие, вот не видели, что единичное, оно не существует, иначе как в той связи, которая идет в общую, абсолютизировали, а вслед за этим абсолютизировали личности, вслед за этим деятельность такая, конечно, Энгис об этом не пишет, он этого не сдал еще, да, не свершилось это, в то время, когда он антидюлин писал, так вот, но он пишет другие примеры, подает, нам это ближе, поэтому я этот пример даю, вот, когда Плеханова молодого пришли народовольца к себе звать, он уже так был теоретиком достаточно заметным, марксистом, кстати, Энгис, ой, не Энгис, Ленин очень уважал Плеханова, он говорил, что вообще, вот, кто хочет, так вот, популярное изложение марксизма, считайте Плеханова, но вот, в революции они как-то очень разошлись, Плеханова, ну вот, Плеханова приходит народовольца, вот, давайте с нами будем, да, работать вместе, но он говорит, нет, мне с вами не по пути, вы же вот там, что хотите сделать, вы хотите, вот, роль личности абсолютизируете, царя, давай мы этого царя грохнем, вот, а глядишь, другой получше будет, и будет еще смотреть, что как бы не поступили с ним, как с батюшкой, вот, вот, а Плеханов сказал, вот, владеющий марксизмом уже Плеханов, он говорит, в том числе и дилектический материализм, он говорит, ну, знаете, ребята, вы единственное, чего добьетесь, что в имени царя вместо двух палочек будет три, ну, как в воду смотрел, да, Александр Третий пришел, вот, а народу лучше не будет, ну, вас, конечно, там повесят, но ваши жертвы будут совершенно напрасны, ну, вы знаете, это и родной брат Ленина тоже пошел по этому пути, еще не убил царя, но готовился, ну, повесили тоже, ну, вы знаете, знаменитую картину, где гимназист еще Ульянов стоит рядом, одетый в траву плащащей матерью, потому что повесили, как она не хлопотала, вот, были у них влиятельные связи, но тут ничего не помогло, и вот повесили, и вот эта картина называется «Мы пойдем другим путем». Это не придумка, это действительно, Ленин так матери сказал, он уже эту гениальность свою проявил тогда, что нельзя абсолютизировать роль личности, то вот, нельзя думать, что через терроризм можно чего-то добиться. Терроризм вызывает ответный терроризм, еще более, что, да, террор вот, тех, которые, так сказать, стремятся к террору. Так что это не путь, и сейчас, конечно, это не путь. Вот, понятно, что жертвы будут напрасны. Значит, вот, конечно, Ленин тут уже теорию этапу создал, да, построение, действительно, революции, социалистического общества. Ну, не все он, конечно, тут мог предвидеть, знаете, это было очень сложно, были большие ошибки, и некоторые накопления ошибок. Ну, прежде всего, в области именно собственности на средства производства привело к тому, что Советский Союз могучий, действительно, вот, рухнул. Ну, был, конечно, не сам рухнул тоже, очень даже помогли. Вот, Ленин по этому поводу, конечно, не по поводу крушения Советского Союза, а по крушению любой власти, он говорит, никакая власть, будь самая гнилая, она сама не упадет, если ее не подтолкнуть. То есть, вот тут роль, ага, подтолкнуть надо, но нельзя толкать крепкую власть и думать, что она упадет, если она очень проще держится на ногах, понимаете, вот тут не уродишь. Вот, ну, вот это тоже, видите, диалектический такой подход, да, диалектикоматериалистический подход. Дальше, вот, Энгейс берет, скажем, проблему, ну, я так, абрис такой даю, необходимости и случайности, тут отдельно. Опять же, Тюринг мечется между тем, чтобы объявить весь мир необходимым, или, наоборот, объявить весь мир случайным. Тюринг мечется потому, что он как-то, вот, теоретически не состоялся, как философ, хотя он был, вроде, известен как кулилизатор неких философских, в том числе, даже марксистских идей. Ну, вот, и что получается? Вот, Энгейс показывает, что получается, когда абсолютизируется необходимость. Необходимость. И он берет, тут, в этой работе рассматривает очень классический пример абсолютизации необходимости Пьером Симоном Лапласом. Почти современник Маркса Энгейса, но он старшим был. Но ныне соотечественник Пьер Симон Лаплас, отец теоретности, он был современником Наполеона Бонапарта. И жил, конечно, во Франции, в Париже. Вот. Ну, выдающийся математик, который математически обосновал небулярную концепцию Канта. Происхождение, вот, Кант Ленин, кстати, поэтому писал поводу, что Кант, он внес диалектику в рассмотрение развития неживой природы. В частности, солнечной системы. Кант до Гегеля, первоначальника. Ну, вот он пишет, что он вообще так, как-то так, до этой диалектической идеи дошел как-то случайно. У него еще не было диалектической какой-то концепции готовой. Да, ну, не полноты, даже вообще никакой концепции. Вот так, вроде как, так, методом тыка попал, вот, случайно, да? В эту, а? Точно, до сих пор же такая же диалектическая идея. Ну, да, это концепция до сих пор. А Пьер Симур Лаплас математически обсчитал, ну, это дело. Но не об этом, в общем, Энгриста пишет. Даже не о том, что Лаплас автор теории вероятности, которая, кстати, опирается на понятие случайное событие. А о том, что Лаплас, значит, вот в этой самой работе своей, которая раскрывает основы теории вероятности, работа называется «Опыт философии и теории вероятности». Ну, философия присоединялась тогда, еще в девятнадцатом столетии, ко всем произведениям естествоиспытателей, конечно, представителей гуманитарной науки, да, обязательно. Там, так, математические начала натуральной философии. Вы знаете, что это за работа, чья она? Ну, выдающаяся работа, а? Ну, все знают, Исаак, Ньютон. Ньютон. Ньютон, конечно, да. Да, это главная работа Ньютона. Или мы привыкли говорить Ньютона, Исаака. Ну, вот. Так вот, видите, ну, что там философского вроде? Вот, законы там доказываются знаменитые. Ну, вот. Но философское тоже есть. Но, однако, вернемся. Кстати, Кант, вот эта небулярная его концепция носила название какое? Общая история, история и теория неба написано с позиции ньютоновских законов. Так вот, большие названия все. Такие, которые, как бы, раскрывают содержание. Действительно, опираясь на Ньютона, Кант вот такую диалектику. А у Ньютона тоже диалектика. Вот, великий ученый, он, как бы, не называя даже этих слов диалектика или не диалектика, и, может быть, не вполне понимает общую диалектику природы. А вот он нащупывает его в законах. Воздействие на определенную вещь, да, порождает противодействие, равное по величине и обратное по направлению. Закон единства вырыва противоположности. Вот он действует, да. Даже на механическом уровне. Вот я двигаю книгу, почему действия противодействия, если его равновешиваются, то, опять же, по Ньютону тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Вот на это тело, которое в покое действует, уравновешивающие противоположные силы. Или в покое, или в равномерном прямолинейном движении. Тело не замечает этого, да, равновесного воздействия. Именно в силу равновесности. А вот одолевает она сторона, единственная борьба противоположности. Одна сторона одолевает, вот тогда есть изменения, тогда есть изменения, тогда и есть развитие. Вот. И возвращаясь к Лапласу. Так вот, Лаплас, казалось бы, вот эту диалектическую идею Канта, он математически еще и обосновал. А Кант не так владел, да и еще, понимаете, там их временно, это расстояние очень большое отделяет Канта и Лапласа. Но во времена Лапласа, это уже Кант только умер в начале 19-го столетия. А Лаплас, это теоретик и мыслитель 19-го столетия. Он ему принадлежит, это не просто время, а это еще и развитие науки, познания. Ну вот, возвращаясь, опыт философии и теоретности, на которые ссылается Энгис, на эту работу здесь. Он говорит, что, Лаплас говорит, что если все в мире подчинено абсолютной необходимости причинно-следственного ряда, полностью списал с Демокрита Лаплас. Правда, Энгис тут его на плагиате не ловит, хотя он очень хорошо знает Демокрита, потому что его друг Маркс написал так называемую докторскую диссертацию при выходе из университета «Различие между натур философии Демокрита и натур философии Пикора». Так что, Луша и Демокрития, они там знают все, что было известно на тот момент времени. Так вот, тем не менее, Энгис только вот эту фразу Лапласа, что все в мире подчинено абсолютной причинно-следственной, необходимой, абсолютно необходимой причинно-следственной цепи. И Лаплас там вводит такую метафору, конечно, что если бы был такой демон, дальше это в науке называлось демоном Лапласа, если бы был такой демон, который своим сверхъестественным демоническим сознанием мог бы охватить все причинно-следственные связи мира на данные мгновения, вот остановил бы он в своем сознании мир, и все причинно-следственные связи охватил, то его демоническому взору открылось бы бесконечное будущее и бесконечное прошлое. Всего, всей Вселенной, и каждого отдельного элемента, и каждого человека. Ну, подводя философский итог вот этим размышлением Лапласа, Энгельс пишет, что с необходимостью такого рода мы не выходим за пределы теологического взгляда на мир. Потому что все равно, что мы назовем, это необходимость на нас действует, которой мы абсолютно подчинены даже больше, чем Богу. Или Бог, или там у турок кисмет, там еще что-то, да. Вот, пишет Энгельс, что такая необходимость, она не может быть принята наукой. Ибо если она действительно бы существовала, это фатализм полный, да. Полная предопределенность, и тогда и наукой нечего делать, да и вообще человеку с сознанием нечего делать. Вот, смысл еще-то изучать, все абсолютно необходимо предустановить. Даже твое изучение какого-то предмета, да. И вот наш сегодняшний разговор, и то, что я вот именно эти фразы произношу, и перехожу именно к этим проблемам, все это абсолютно, вот, Энгельс, вот, приведу пример его такого юмора замечательного по этому поводу. Он говорит, с точки зрения Лапласа, то, что меня сегодня ночью укусила блоха, и притом в 3 часа ночи, а не в 4 утра, и притом в левую икру, а не куда-нибудь в шею, то это было абсолютно необходимо предопределено той туманности, из которой образовалась Солнечная система. Он выходит на небулярную концепцию Канта Лапласа. Вот, все это абсолютно необходимо. То есть, вот так вот выпукло показывает такую ошибку, философскую, но которая идет к очень печальным выводам, потому что в абсолютно необходимом мире какая там борьба, да, за что-то, да, все предопределено. Вот, плыви мой, чем по воле волны. Волны, да, ну, кстати, вот противоположности сходятся, Энгельс об этом пишет. Были попытки представить мир как заговор случайности, и до Энгельса, и после Энгельса, и до сих пор. Все случайно, непредсказуемо, наоборот, да, и непредсказуемо, потому что случайно. А иногда вот там знаменитый Поппер говорит, что случайно, потому что непредсказуемо. Тут субъективно и объективно смешиваются. Но я не буду, а Поппер — это отдельный разговор. Так вот, Энгельс говорит, что в абсолютно случайном мире человек столь же беспомощен, как в абсолютно необходимом мире. Но если мы не можем, если все случайно, мы не можем предвидеть ничего в будущем, все незакономерно, нет сохранения, да, вот это такой антидилектический явный подход. Следующая стадия ни в чем не повторяет предшествию развития. Это вообще абсурд. Потому что получается так вот, ну вот, сегодняшний огородников ни в чем не повторяет вчерашнего. Нет, да? Так это уже не огородников, это вообще неизвестно что. Огородниковы не в себе. Но все равно, если огородниковы, то все равно что-то, да, вот этим символом обозначается что-то существенное. Череда. Вот, череда огородниковы, все равно, не пойду. Вот. Значит, ну и так же в отношении любого человека, любой вещи, там, стол не повторяет, так сказать, ничего от себя не повторяется, даже в следующее мгновение, ничего там, на следующий день. Понимаете, что получается? Тогда непонятно, как мы существуем. Потому что все то, что существует, все закономерно. И все подчиняется вот этой диалектике. Диалектике гигелевского отрицания. Гигель прекрасно показал. Каждый новый качественный этап развития, он с одной стороны представляет собой переход бытие-небытие, вот старого уже нет. С другой стороны, есть сохранение от старого, удержание, вот, положительного, как писал Гигель. А из третьей стороны, возникновение, конечно, нового. Вот три перехода одного отрицания. Бытие-небытие, бытие-бытие, сохранение, небытие-бытие, возникновение нового. Вот она диалектика. Она распространяется на все во Вселенной. И рассматривает развитие иначе, показывает, что вот нет никакого сохранения, значит, все следующее незакономерно, абсолютно случайно, мир исчезает, ничего нет. Тогда. Ну, что говорить о человеке-то, нету человека, что говорить там, строить планы. А все абсолютно необходимо, фатально предопределен, тогда нечего делать. Вот там серьезные образованные люди часто спрашивают там, друг друга, меня спрашивают, вы верите в судьбу? Вот вера в судьбу – это вера в фатальную предопределенность чего-то. Если она есть, то тогда есть во что верить. А если этой предопределенности нет все-таки, тогда о чем говорить? Какая там судьба? Там все расписано. Ну да, там все расписано, да. В информационной матрице. Последний писк объективного идеализма. Информационная матрица нами управляет. Это вот так научно, псевронаучно, вот, там, сейчас говорят, о ментальном мире, вот эти все паранаучные концепции, с позволения сказать, да. Вот. Ну вот об этом, кстати, тоже естество знаний в мире духов, отдельный момент, да. По поводу спиритизма, гаданий и так далее. Ко мне как-то уже несколько лет тому назад две студентки подходят, говорят, вот Владимир Петрович, вы материалист? Я говорю, да, а не сойти мне с этого места. Материалист. Вот. А как же вы тогда объясните? Вот тут мы с девочками, знаете, занимались спиритизмом, вот, ведь надо же, какие девочки продвинутые, гадали, значит, на блюдечке и вызывали дух Наполеона. Игис об этом пишет, кстати. Вот. Не о девочках, а вот, что Наполеона, к этому моменту Наполеон уже несчастный скончался, но там причины до сих пор не вполне раскрыты, но нас это в данном моменте не интересует. Так вот, дух Наполеона, я говорю, да, и как же он с вами разговаривал, но тот они, видимо, был там медиум очень хороший, тоже девушка опытная в этих делах, стол круглый обязательно, легкий обязательно. Догадались, почему легкий? Там блюдечка в центре находится, блюдечка имеет стрелки наклеенные, а эти стрелки наклеенные там разного цвета, есть там красный, синий и так далее. стрелки, в зависимости от характера вопроса и так далее. И блюдечка поворачивается само, а вот если стол был бы каменный, ни за что бы не повернулось. Легкий, деревянный поворачивается само. И оно, значит, там поворачивается, и вот там слог один, второй, третий, и уже слово образовалось. Потом следующее слово и так далее. И вот так они беседовали с Наполеоном. Так я говорю, по-русски говорили? Да, по-русски. Я говорю, ну Наполеон, когда Москву взял, он русским не владел. Отдельные слова. Ну, у него было время там, конечно, подучить русский язык. Вот. А вы, говорит, шутите, а как вы это объясните? Я говорю, девушки, вы знаете, я вам советую в следующий раз, если соберетесь за спиритистским сеансом, вы вызывайте не дух Наполеона, его вот все спириты тревожат вообще, покой не дадут. Оставьте в покое. Так русский и выучил. А вот, неважно. А кого же вызывать? Вы вызывайте Энгельса. Он, кстати, русский выучил под конец своей жизнедеятельности, переписывался с некоторыми нашими, так сказать, деятелями по-русски. Так вот, вызовите дух Энгельса и спросите у него. А если не получится, обращайтесь к работе Энгельса, естествознания в мире духов. И там дух Энгельса воплощенный уже в слова, да, материализованный, да. Вот, мы себя закрепляем в своих словах, напечатанных, да. Вот он вам и ответит все, что это такое. Лучше я не расскажу, как Энгельс. Вот, понимаете, и это тоже вот. Вот, потом, значит, вот по поводу единичного и общего еще Энгельс затрагивает, потому что это очень важная категория, я уже сказал, с этого начинается вообще античная философия, вот там все споры, и с этого начинается по существу всякая философия, вот уже деление, разделили единичное общество, общее, я уже вам говорил, получили либо абсолютизацию общего, я начал говорить, реализм средневековый, абсолютизировал общее, номинализм, это я сказал, абсолютизировал единичное, общего нет. А где вы общее видели, говорили эти ученые мужа. Где вы видели стол вообще? Где вы видели яблоко вообще? Где вы видели человека вообще и так далее? Ну, нет этого. Но есть слово стол, яблоко и человек. Значит, это общее существует лишь в имени, а имя это то, что мы придумали, да, в слове, вот отсюда номинализм, номинальный, существующий в имени, в паспорте номинальная мощность двигателя, да, вот декларируемый в паспорте там, на этот двигатель автомобильный, скажем, да, вот, ну тут в имени, а какая реальная мощность двигателя может отставать от добедальной, да, в какие-то моменты. Значит, это так вот, декларированное в имени, а вот ничего, потому что где вы видели общее? Вот вроде они были правы, вроде, но вот абсолютизация единичная, я уже говорил, к чему приводит. Но Энгис идет и дальше, рассматривая эту диалектику глубже, не только в применении к обществу, но в применении ко всему естествознанию, вот все проблемы естествознания, дальше, да. И он раскрывает вот общее, это как бы, так сказать, объединенное, единичное, некоторыми так понимается, просто объединенное, единичное, сумма единичного. И Энгис показывает, что это тоже не диалектический взгляд на общее. Общее не является суммой единичного. Понятие стол несет существенные характеристики всех столов в себе. И когда мы определяем понятие, мы раскрываем эти существенные характеристики. То есть мы говорим стол это, и дальше существенные, а не существенные отделяем. Но является ли это понятие суммы, как говорится, какие-то арифметические суммы всех столов, да. Это же абсурд. Существенное надо выделить. И тоже не сумма получается, да. А мы выделили существенное. Существенное и есть общее. Единичное, явленческое. Вот. Оно в себе несет исподволь это общее. Надо раскрыть. Это проблема познания. Вот об этом Энгис тоже пишет, что и в познании эту диалектику единичного и общего обязательно надо учитывать. Пойдешь в познание и даже не научно, а в обыденном какие-то заблуждения. И вот все это к чему движется? Сначала философия. Я не буду все, у меня не хватит никакого времени, чтобы все категории, которые есть, тут рассмотреть, даже не очень подробно, а просто так. А дальше переходит он к социальным проблемам. Да. И вот я уже сказал. Мораль, право, вечные истины. С чего начинается мораль? Чем отличается мораль и право? Да. И опять с позиции диалектики. У нас некоторые думают ничем. Мораль и право не отличаются. Студенты говорят, ну о чем? Тут то же самое. Там норма мораль, норма права. Они как-то согласуются. Я говорю, ну вот, вы знаете, на Руси была такая поговорка, ну что, будем судить по совести или по закону? Вот это говорит о том, что закон и мораль очень даже расходятся. Геометрально противоположно. Вот. И вот вечные истины. Да, если вечные истины, а почему тут мораль, право и вечные истины? Какое отношение имеет мораль и право к истинам? А вот мы говорим, сущность закона. Вот этот закон истинен или нет? Он адекватно, как всякая истина, отражает объективную реальность? Или превратно? Вот вы знаете, я голосовал против Конституции. Я вспоминаю сегодняшний день, да, вы знаете, да. Вот. Вот я голосовал против действующей Конституции. Почему? Потому что я один из немногих прочитал эту Конституцию в проекте. 99,99% населения, не считая, подписались. Ну вот. Я посмотрел, что там логическое противоречие между статьями. Внутри статей существует. Да. Ну куда, как это, противоречивый закон наспех, сотканный для чего? Для того, чтобы задним числом опоздать преступное деяние президента Ельцина, который расстрелял Верховный Совет. Вот. И по Конституции старой он никак не мог расстрелять Верховный Совет, да. Вот. Вот. И кстати, немногие это знают, я вот это еще помню, потому что я достаточно взрослый человек, что я уже доктором и профессором в это время был. А вы-то где это были в это время, да? И были ли? Вот. Еще. Вопрос. И вот не знаю, что Ельцин был отстранен Конституционным судом под председательством Зорькина, который дочек является председателем Конституционного суда, отстранен на несколько месяцев вот до декабря этого же 93-го года, расстрельного года, когда был расстрелян Верховный Совет России. Вот. Он был отстранен от президентства, но до юра он был отстранен, а де-факто оставался. А потом надо было юридическую основу подвести. Вот эта Конституция по существу и была оправданием за одним числом преступных в общем действии президента. Когда власть исполнительная расстреляла средь бела дня законодательную, это было объявлено очень демократическим действием. До чего-то, если об этом говорят, обычно умалчивают. Вот приходящие ко мне студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, они удивляются. Они даже этого не слышали. Это когда там какой-то это путь был там, какого там, 91-го года. Кстати, в Википедии смешали. Говорят о путче 91-го года, картинку дают из расстрела Белого дома в 93-м году, понимаете, в октябре 90-м. Вот. Это специально, наверное, это ошибка. Наверное, это не ошибка, да, спланированная, чтобы все смешалось в доме Облонских, то есть в голове у обывателя, чтобы он не понял, что вообще произошло. А когда на уровне явлений не знаешь, то ничего, так что говорить о сущности? Как ты вскроешь сущность с заявлением, если явление тебе даже не дано? Ага, я понял. Вот. Так что вот Энгельс, переходя, в общем, к историческому материализму, затрагивает прежде всего такие категории, которые являются философскими категориями, да, и казалось бы не исторического материализма. Право, мораль, мораль. Есть же философская этика, да, раздел философии. Вот. И, ну, философия, право – это отдельная, конечно, наука, да, есть такая, есть такой момент, да. Ну, вот почему он с этого начинает? Потом он показывает, что регулирует вообще общественное отношение. Старая форма регуляции, старая, как Homo sapiens, да, 100 тысяч лет по современным представлениям наши далекие предки 100 тысяч лет тому назад стали топтать уже осознанно, а не бессознательно планету Земля, да, и осваивать ее достаточно целенаправленно. Так вот, уже тогда возникла вот эта старейшая форма регуляции отношений. А когда возникает право? Да. И в связи с чем? И вот он, Энгий, ставит тут основной вопрос для исторического материализма, вот как исторически это все формы, вечные они или нет? Вот некоторые говорят, ну, там, общечеловеческие принципы, да, морали. Это вот на знаменитых скрижалях Моисея Иршиша на горе, да, и его спутником, да, знаменитые десять заповедей, да, на двух скрижалях по пять заповедей на каждой. Ну, вот, вы можете там в Википедии эти заповеди прочесть. Вот являются эти вечными истинами или нет? Это ведь не проблема просто теории. Энгийс об этом пишет. Нет, не являются. И Энгийс вспоминает то, что мы с вами могли бы прочесть еще у авторов весьма далеких по времени от Энгийса, а именно у Сократа. Ну, Сократ сам ничего не писал, у Платона. Вот в одном из диалогов Платона, там его любимый учитель выводится в качестве основного действующего лица, встречается Сократ и один афинянин. Малоизвестный нам, имя-то дошло, но он настолько ничтожный, что можно, как философ, конечно, вот, можно не упоминать. Встречается, и, значит, Сократ, как всегда, он всю жизнь свою сознательную ходил и философствовал. Ходящая философия была, просто олицетворение философии. Ничего не писал, хотя сам был грамотный, были грамотные рабы, но вот как-то был чушь этого. Если бы не Платон, мы ничего о Сократе не знали. И вот встречаются, и Сократ задает вопрос своему приятелю, знакомому просто. Город Афины тогда был небольшой, все друг друга практически знали. Он говорит, послушай, вот я тут размышляю над такой проблемой. Может ли быть такой поступок, который все признают добрым поступком, независимо от того, Грек это или Перс, или, может быть, там, какой-нибудь Эфиоп. Вот все признают. А другой поступок все признают злым поступком. Вот есть такое или нет? Ведь проблема, главная философская проблема для Сократа, это проблема как раз морали. И вот он задает вопрос по сути, есть ли вечные нормы морали. И чем они определяются? Вопрос не праздный, да? Ну и Афиньянин говорит, ну ты такой уже мудрый, седой Сократ, детские вопросы задаешь. Ну конечно есть такие поступки одного человека по отношению к другому человеку, который признает добрым поступком, а другие злым. Ну Сократ говорит, ну примерчик-то приведи, чтобы я понял окончательно эту мысль. Он говорит, ну какой пример? Ну самая главная ценность для человека что это? Жизнь, здоровье. Значит, всякое действие по отношению к другому человеку, этого человека, которое несет этому человеку там, сохраняет его жизнь, может быть здоровье, здоровье, это конечно добрый поступок. И конечно тебе всякий скажет Сократ, что убийство это самое главное преступление и самое главное зло, которое может быть вообще. Убийство человека человека. Сократ говорит, ну ладно, спасибо, разъяснил. Вот его сократический прием, он задавал вопрос, получал ответ, а потом как бы уходил от темы, переключался на другую, с тем, чтобы потом возвратиться. Отрицание, отрицание использовал, еще не был сформулировал закон. И он говорит, послушай, ты меня извини, вначале-то я должен был тебе принести глубокие соболезнования, ведь в последнем набеге персов на Афины у тебя ведь жену убили. Ну, собеседник погрустнел, да, спасибо Сократ. Но Сократ говорит, а как же это случилось? То есть, чего у тебя дома не было? Он да, вот не было меня дома, ты знаешь, это было вечером, перс это вырезали, вырезали стражу у ворот, а мой дом рядом с воротами, а я в это время был у соседа, мы там философствовали. Вот. Ну, вечером ночью сбегает мой сыра покровавлены. И кричит, хозяин, резня в доме, персы. Ну, кстати, рабов из персов не брали, постоянные враги. Это кончилось бы печально. Так вот, персы. Вот. Ну, я со своим собеседником или собутыльником, значит, бегу, схватились за мечи с его рабами, бегу ко мне в дом. Я вижу ужасную картину. Моя жена в луже крови зарубленная лежит. А этот самый перс, который только что, видимо, зарубил жену, заносит меч над головой моего сына. Сократ говорит, ужасно. И что ты сделал с этим персом? Да я его разрубил в мертвые клочки. Сократ говорит, да, да, ужасно. Ну, вот скажи мне, пожалуйста, вот как ты считаешь, ты добрый поступок сделал, что убил этого перса? Ну, собеседник смотрит с негодованием на Сократа. Ты что, Сократ, издеваешься? Конечно, добрый. Я только жалею, что вот не убил, не сделал это раньше. Может, жену можно было бы спасти. Он говорит, послушает, ну, в начале нашего разговора Сократ говорит, ты же говорил, что убить человека, кто всегда злой. А теперь ты говоришь, что ты добрый поступок. Совершился, убив этого перса. Собеседник в замечательстве говорит, ну, знаешь, это когда, смотря кого убить и когда убить. Вот. То есть, вот, понимаете, вечная истина, вечные ценности. Горбачев на этом выезжал, там у него целая книга была о каких-то личных ценностях, общечеловеческих, да, которые надо соблюдать прежде всего. Национальные интересы отбросили. И он отбросил эти интересы. А стороннее разоружение на это стоит. Понятно, что эта философия не главный, так сказать, инструмент перестройки и реформирования нашего общества, но вспомогательный, понимаете, вспомогательный. Вот так Сократ смеется. Энгис об этом тоже пишет, но он, правда, тот пример Сократа не приводит. Наверное, знал, но не было времени ему это развернуть. Он другие вещи, вот о Дюринге пишет по этому же поводу. Дюринг верит в вечные моральные принципы. Он верит, что право только закрепляет эти моральные принципы, развивает их дальше, и как никакого противоречия между правой и моралью не может быть. Энгис показывает, и он уже переходит, заметьте, уже от исторического материализма дальше идет. В теории научного социализма он говорит, что вообще-то мораль право – это то, что регулировало человека сначала его появление на земле, отношения межчеловеческие, а право – это уже регулятор классового общества. И он другими словами повторяет то, что они с Марксом уже сказали. Где? Вот в этих самых, в этом самом работе 1848 года, который я немножко цитировал. Это манифест коммунистической партии. Право, возведенное в закон воля господствующего класса. Поэтому право одних оборачивается бесправием других. Вот. И мы это можем проиллюстрировать положение с сотнями примеров, не уходя от сегодняшнего диспетита. Не надо, и так знаем, не надо. Да, не надо. Я говорю, мы можем, но не надо. Вот видите, вот истинность. Критерий истинности, что практика. Мы можем привести конкретный, пожалуйста, сколько угодно. А обратных не сможем привести, что вот все соблюдают, это для всех, это общечееческая цена, всегда, независимо. Вот, значит, Энгис критикует Дюринга по этому поводу. И так вот переходит к проблеме равенства. На чем это равенство? Дюринг свято верит, что вот равенство может законом каким-то, мощным, справедливым законом. У нас даже некоторые законодатели говорят, законодатели говорят, у нас законы не совершенно, надо их подрихтовать немножко, вот тогда у нас совсем по-другому пойдет, да? Вы же понимаете. Что по-другому пойдет? Тут все равно ровнее окажется. Да, вот понимаете, что вот эта формула, право, возведенная в закон воля господствующего класса, она всеобщеуниверсальна для всех времен, пока существует государство, существует политика, существует власть одних над другими. И вертикаль власти. Кстати, вот я тоже не очень хорошо в советский период доказывал, и сейчас, конечно, доказываю, что демократия и государство несовместимы. Государство осуществляет вертикаль власти сверху вниз. А демократия снизу вверх, это будет противоборство, и не единственная борьба противоположностей. Государство должно задавить это, ростки демократии. А то, что у нас называется демократией, вовсе не является демократией. Это еще один вывод, но вот Энгельс об этом пишет в общем виде, вот проблема социального равенства, на чем оно может основано. Опять дилектический материализм подсказывает. Только на равенстве в экономических отношениях. То есть, если нет собственности, вот первобытный общинный строй, равенство, первобытный коммунизм, распределение по потребностям, они меминизированы, правда, чуть меньше получили, умер. И все племя выбрало, да? Не могли вот эти минимальные потребности удовлетворить. Чуть, а? Я говорю, когда это было? Ну, когда это было? Вот. А потом вот эта вся история, как Маркс пишет, вся история общества, уже цивилизация имеется в виду, не предыстория, история. Есть история борьбы классов. И тут, конечно, никакого равенства не может быть. И никакой демократии не может быть. Все это не что иное, как словеса. Буржуазная демократия, кстати, и Ленин использовал этот термин, но это вообще квадратный круг. Буржуазная демократия. Это то, что не может существовать. Буржуазная, если буржуазная, значит, власть буржуа. Значит, никакой демократии, власти народа. Или буржуа – это и есть народ. Вот определение опять философское, что такое народ. Он говорит, что и здесь есть ответное, которое мы до сих пор оспариваем. Все население – это народ. Это основные производители материальных благ. Основные производители материальных. Но мы сейчас можем уточнить, марксизм не только материальных, но и духовных благ. Ученые, производители духовных благ, которые оборачиваются потом материальными благами. Вот это определение. А те, кто является основными потребителями, произведенные не ими – это вовсе не народ. Ну и это по распределению очень хорошо количественные показатели. Значит, у нас вот тут новый закон готовится об ответственности на коррупцию, так сказать, среди учителей и врачей. Ограничили там только цветы. Страшнейшие коррупционеры. Да, главное, нашли наконец главных коррупционеров в стране. Так долго искали, в микроскоп разглядывали. А в там коробку конфет прописли. Нельзя. Только цветы ограниченное количество, а то так море цветов. И только гвозди какое-то. Да. И вот, и канцелярские принадлежности. А золотая ручка Паркер с крупными брилянтиками раскидывали. Это канцелярская принадлежность? Или что это такое? Вот. Понимаете? И ведь вот это пример не я привел. Мне очень понравилось. Замминистра образования и науки против министерства ТУДА, которое с этим законопроектом вышло в Думу. Да. Вот он, замминистра, я удивился. У него классовые интересы, это совсем другие. Он как будто вдруг неожиданно. Ну, бывает такие случаи, да. Человек выступал не за свой класс. Владимир Ильич Ленин, да. Он боролся не за свой класс, которому он принадлежал. И все вот революционеры-демократы 19 века российские, что они. А французские материалисты 18-го столетия, которого мы не все вспомнили, они тоже вели борьбу, да. Но не за свой класс, да. Вот. Так что бывают такие случаи, да. И вот сейчас наша борьба, это борьба, конечно, в основном идеологическая. Кто же будет сейчас призывать к вооруженному восстанию, как не какой-то сумасшедший или сумасшедший экстремизм здесь. Находятся. А? Находятся такие. Вот. Ну, находятся. Но это дело, это все равно, что убийство царя, понимаете. Ну, это равноценное, мы говорили. Это бессмысленно совершенно. Ну, я понял, что вот разговаривался, вот плов-плох все чувства, разговаривался, и не остановиться. Ну, знаете, специальность, если я 48 лет преподаю. Привычка. Да, это уже все. Мне жена врач говорит, я думаю, ты в гробу будешь. Тихонечко. Да, да, да. Голова профессора говорит еще два часа после усмена. Да, да, да. Я говорю, ну, ты проверишь это на практике. Так или не так, я неспокойся. Спасибо. Зачет. Все могут зайти в СДО, посмотреть вопросы. И туда же выкладывать свои работы. Желательно кратко, чтобы там полстранички, максимум страничка. Много писать, не надо. Потому что можно два человека проверять. Ну, это все равно тяжело достаточно. Все быстро, оперативно проверить. Более как-то комментировать это все. Кто комплект готов, выкладывайте в СДО. Потому что там все уже все тоже можно выкладывать. Товарищ Юрков берет и распечатывает все. Отправляет на принтер все 50. Потом сидит, смотрит. Не подписано, аноним. Не подписано, аноним. Потом он говорит, а что он, как мне этих анонимов. Поэтому я изначально прошу фамилия, имя, электронный адрес. Мало ли что. Вдруг с вами связаться захочет сам преподавать. Вдруг с вами. Вот. Вдруг с вами. Продолжение следует...